Здравствуйте! Вы смотрите «Утро.НООТВ» в студии Елена Краева и Ольга Дмитриева. Оставайтесь с нами. В этом выпуске вы увидите территории детства. В Лайково продолжают строительство детского сада. Развитие газификации. Старостам сельских поселений округа рассказали о программе соцгазификации. Насладиться творчеством. В Звенигороде открылась галерея под открытым небом. 30 августа 1901 года инженер Хьюберт Бут получил патент на первый пылесос. Идея возникла, когда он наблюдал за работой устройства для сдувания пыли с сидений поездов. Он подумал, что практичнее всасывать пыль. Эксперимент удался, и инженер понял, что задумка работоспособна. Устройство получилось громоздким, его возили на лошадях и называли подметателем ковров. Машину удавалось затащить не в каждый дом. Поэтому ее оставляли на улице, рядом с домом протягивали внутрь шланги. Ну а чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в следующей рубрике. Летом 1814 года на площади Тверской заставы появилась деревянная триумфальная арка. Она чествовала русскую армию, которая возвращалась из Европы после разгрома Наполеона. Место выбрали не случайно. Когда император приезжал в Первопрестольную, именно здесь его встречали руководители Москвы вместе с представителями местного дворянства и купечества. Идея принадлежала императору Николаю I. Разработка проекта была поручена Осипу Бове, отечественному архитектору. 30 августа 1700 года началась Северная война. Ее целью был выход России к Балтийскому морю. В июле 1709 года произошла грандиозная Полтавская битва, которая закончилась победой русской армии. Армия шведского короля была разбита, сам он ранен и с небольшим отрядом бежал в Турцию. В 1721 году война завершилась полной победой Петра I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря. 30 августа отмечают Международный день китовой акулы. Ее размеры могут достигать 12 метров в длину. Питается она преимущественно планктоном, изредка поедая анчоусов, сардин, мелких скумбрий и тунцов. Китовые акулы обитают в тропических водах по всему мировому океану, предпочитая теплую воду. Обычно в этот день людям рассказывают о биологической роли китовых акул и привлекают внимание к проблеме их истребления. Также это день доставленных посылок и день Республики Татарстан. 30 августа 1860 года родился русский живописец, пейзажист Исаак Левитан. Выставлять свои картины он начал в 18 лет. Большую их часть молодой художник написал в Останкино, Сокольниках и различных местах Московской и Тверской губерний. Также в этот день родилась американская актриса и модель Камерон Диас и английская писательница Мэри Шелли. В Лайково продолжают строительство детского сада на 380 воспитанников. Подрядчик завершил монолитные работы и приступил к прокладке инженерных сетей. Первый этап благоустройства территории выполнят до конца этого года. Завершены монолитные работы, кирпичная кладка и обустройство кровли. В Лайково продолжают строительство нового детского сада на 380 воспитанников. Андрей Иванов соблюдение сроков держит на личном контроле. 10 сентября мы приступим к монтажу окон. К концу сентября мы закроем здание. Также кровлю мы завершаем. На сегодняшний день там осталось закрыть гидроизоляцию на 3 металла. Внутренние работы по прокладке электрики и вентиляции выполнены на 50%. По условиям контракта до конца года подрядчик должен завершить ремонт на объекте и выполнить первый этап по благоустройству территории. В Московской области продолжают работу по ликвидации пробок и оптимизации движения транспорта. За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения региона модернизировали 5 светофоров. В результате точечных корректировок пропускная способность повысилась в среднем на 10-15%. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В 2023 году в программу «Пешком» включено 585 локаций. Часть из них уже активно используют жители Подмосковья. Тропинки связывают значимые социальные объекты инфраструктуры. Школы, детские сады, поликлиники, остановки общественного транспорта. Сейчас реализовано 514 объектов, 9 из которых в Одинцовском округе. Выбор локаций является не случайным – асфальтируют те тропинки, которые выбрали сами жители. В Московской области завершили подготовку дорожной сети к началу учебного года. На дорогах рядом с образовательными учреждениями провели в нормативное состояние пешеходные переходы, обновили разметку, заменили дорожные знаки, отремонтировали тротуары, где необходимо установили светофоры и искусственные неровности. 26 и 27 августа в Подмосковных парках в рамках специального областного проекта «Театр кукол в парке» прошли заключительные спектакли Московского областного государственного театра «Кукол». За летний период проект в два этапа охватил 11 городских округов, в течение которых спектакли посетили почти 3500 человек. На территории нашего округа реализуются программы «Социальная газификация и развитие газификации Московской области» до 2030 года. Последняя программа будет проводиться в ранее негазифицированных населенных пунктах. Подробнее о ней рассказали старостам сельских поселений на внеочередном собрании окружной администрации. Материал Полины Баховой. В Одинцовском округе «Голубому топливу» подключено более 49 тысяч абонентов ИЖС. В настоящее время проведение газа к ранее негазифицированным населенным пунктам будет реализовываться по программе развития газификации Московской области до 2030 года. 192 населенных пункта – это 81% от общего числа всех населенных пунктов. На территории округа в данный момент реализуются мероприятия программы развития газификации Московской области. Это так называемые мероприятия по газификации ранее негазифицированных населенных пунктов. А также уже многим знакомые мероприятия по дегазификации домовладений в населенных пунктах, в границах которых присутствует источник газоснабжения. На совещании представители ЖКХ и газовые службы подробно рассказали о программе. Ответили на вопросы старост сельских поселений округа. Большинство из них касались проведения газопроводных труб. Там от этой трубы, которую вкопали, до моего участка еще 10 метров. И эти 10 метров, они никак и не подключены. На каждый из них дали разъяснение. Когда у вас физически труба лежит, земля, она закупана до границ, она просто не врезана в распредельную сеть. То есть сейчас, ну, как вам сказать, просто трубу до участка, да, вот, ну, врезать нецелесообразно даже по газовой безопасности. Чтобы населенный пункт попал в новую программу по газификации, в нем должно быть прописано не менее 30 человек. Кроме того, определен список граждан, которым предоставляются льготные условия газификации. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и другие категории. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Насладиться творчеством. В Звениграде открылась галерея под открытым небом. Настоящий праздник. В первой Одинцовской библиотеке прошел день открытых дверей. В Звениграде открылась галерея под открытым небом. Познакомиться с творчеством художников, керамистов и дизайнеров можно по воскресеньям до 10 сентября. Подробнее в сюжете Карины Яряшевой. Ровно посередине между шумной зоной Мясиной горы и центром Звениграда находится тихое прогулочное место – березовая роща на берегу реки. Здесь под открытым небом открылась галерея. Участвуют местные художники, звенигородские. Не только художники, поскольку здесь видно, что есть одежда, керамисты. Пространство арт-объекта дает возможность посмотреть на работы мастеров, поделиться опытом или просто провести время на свежем воздухе. Выставка проходит каждое воскресенье до 10 сентября. Карина Яряшева, телекомпания «Одинцова». Более 400 тонн различного мусора собрал коммунальный флот с поверхности Москвы реки и судоходной части Яузы. Основные усилия сосредоточены в верховьях реки. В большей степени там крупногабаритный мусор. В центре же собирают в основном мелкие плавающие. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Еще одно здание онкобольницы номер 62 построят в медицинском кластере «Сколково». Амбулаторно-стационарный корпус, рассчитанный на 1200 посещений в смену, расположится в многофункциональном медицинском центре площадью более 51 тысячи квадратных метров. В нем появится 18 операционных. На новых станциях метро установят противопожарное оборудование отечественного производства. Его будет поставлять одно из подмосковных предприятий. Ключевым элементом пожарной сигнализации станет аспирационная система, которая оповещает о возгорании. Все необходимые исследования на предмет соответствия уже проведены. День открытых дверей 1-й Денцовской библиотеки превратился в настоящий праздник. Для гостей провели мероприятие в преддверии 1-го сентября. Погрузиться в мир фантастики смогли все присутствующие, и даже родители не остались в стороне. Подробности у нашего корреспондента. Смотрим в такие длинные, предлинные. Что мы видим там? Космос мы видим! Отыскать в себе свой внутренний космос и улететь на новую планету знаний и творчества смог каждый желающий ребенок и их родители. В 1-й Денцовской библиотеке состоялся праздник в преддверии Дня знаний. День открытых дверей сегодня в нашей библиотеке, который проходит очень весело, ярко, многолюдно. У нас много программ, это и мастер-классы, и интерактивная программа уже прошла. А сейчас готовимся к концертной программе. Тема нашего Дня открытых дверей – это научная фантастика и космос. Вот, мы же космос покоряем сегодня, да? А давайте, дорогие друзья, поднимем головы наверх. Понятно, что здесь потолок, но мы представим, что потолка здесь нет, и соседей над нами нет. И вот когда мы поднимаем голову, что мы видим? На праздники дети заглянули в мир научной фантастики и познакомились с новыми авторами, и их произведениями спели любимые песни. Облака, облака, белогривые лошади. Облака, облака, что же вы мчитесь без объятий. Библиотека – это уже давно не просто хранилище книг. Сегодня это место объединения единомышленников, интересный досуг, тематические праздники и многое другое. Не забыли про родителей, им предложили ознакомиться с планом мероприятий на учебный год. Праздник получился таким теплым, душевным и нашел отклик не только у детей, но и у взрослых. Очень атмосферное, красивое место, очень теплое, уютное, очень понравилось. Советую всем приходить, получите колоссальное наслаждение. Потрясающее мероприятие, несмотря на то, что за окном идет дождь, внутри нашей библиотеки просто светит яркое солнце. Сегодня все очень празднично, очень здорово, организаторы постарались на славу и сделали детям настоящий праздник. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Ученые Великобритании представили разработку, призванную помочь пациентам с деменцией. Это умные носки. В их ткань встроены датчики, которые фиксируют информацию о здоровье человека. Они отслеживают частоту сердцебиения, температуру и уровень активности. Затем данные поступают в приложение на телефон. Это позволяет выявить проблемы со здоровьем, о которых сами пациенты в силу своего состояния сообщить не могут. О других событиях мира смотрим далее. В американском штате Сиэтл прошли необычные соревнования. В забеге приняли участие свыше 200 человек. На дистанцию почти 92 метра они вышли в костюмах тираннозавра. Противостояние получилось упорным. В результате лучшего выявил фотофиниш. Победил мужчина по имени Оушен Кин. Ученые обнаружили, что гору Олимп на Марсе в прошлом обмывал океан. На снимках спутника видны характерные следы на склонах, возникающие, когда вулканическая лава сталкивается с водой. Подобные катаклизмы происходили на соседней планете сотни миллионов лет назад. Похожие процессы были и на Земле. Следы вулканических оползней и камнепадов прослеживаются на Гавайских и Канарских островах. На севере Перу группа археологов обнаружила гробницу жреца. Возраст захоронения оценивается в 3000 лет. Исследователи считают, что этот человек мог быть одним из первых влиятельных служителей культа в Андах. Внутри сохранились артефакты в виде небольшой керамической чаши и резной костяной лопатки. Также нашли две печати. На одной выгравировано человеческое лицо, на другой – ягуар. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем – 21-23 градуса тепла. Ночью – 14-16. Ветер юго-восточный – 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 73%. Геомагнитное поле – спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. На этом мы с вами прощаемся. В студии была Ольга Дмитриева и Елена Краева. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...